Это новости дня. В студии Артём Гарнов. Здравствуйте. Мы готовы рассказать о самых заметных событиях города и области. И начнем с официальной повестки. Новые рабочие места и условия. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер в среду работал в Бузулуке. Он оценил ход строительства маслоэкстракционного завода «Астон». Также глава региона посмотрел, как проводится ремонт сразу нескольких крупных объектов. Поездка завершилась открытием модельной библиотеки и стартом нового производства. Обо всех новшествах, которые ждут бузулучан прямо сейчас. Это конструкция склада шрота. 16 тысяч тонн хранения шрота. Это полностью бетонный, с отгрузками на ЖД и автотранспорт. Ну что, из земли-то выходить надо, пока погода подойдет. До ноября месяца у нас план, мы вообще его закончим. Губернатор Оренбуржья Денис Паслер оценивает строительство маслоэкстракционного завода «Астон». Оно началось в 2023 году. И сегодня предприятие по переработке семян подсолнечника готово на 70%. Возведены 10 силосов для хранения сырья. Произведен монтаж основного оборудования. Смонтированы сушильные отделения и не только. Уже в сентябре оно планирует принять урожай. Объем оценивают как огромный. Это, безусловно, один из крупнейших групп страны, а в Оренбургской области тем более. Конечно же, это будет способствовать конкуренцию при закупе семечков. И, конечно же, повышение цены для наших селян, которые в будущем, конечно, смогут закупать технику, заниматься более продуктивно агротехнологиями, повышать урожайность. Ну и в будущем, конечно же, быть надежными поставщиками сырья в такие компании, как «Астон». Запуск предприятия позволит открыть 500 рабочих мест. Всех сотрудников ждет хорошая заработная плата. Уже сегодня желающих принимают на работу. Открыты вакансии для рабочих специальностей, инженерно-технических персоналов. Мы активно набираем людей для нового производства, для пусконаладочных работ. Денис Паслер подчеркивает, сейчас работают над подготовкой профильных кадров. В планах обсудить вопрос детально, в том числе строительство техникумов необходимой направленности. Отдельное внимание Денис Паслер обращает на капитальный ремонт учреждений. Он оценивает ход работ в водно-спортивном комплексе «Нефтяник». Ставит задачу заменить систему вентиляции в бассейне. Мы понимаем, что вопрос вентиляции и подготовки воды не менее важный, чем протечки, которые у нас были. Запускать без вентиляции их не было. Также глава региона говорит, что необходимо приступить к строительству новой станции водоподготовки. Губернатор посещает еще несколько учреждений, где сейчас капитальный ремонт. В детском саду номер 25 работы проводят в рамках программы развития системы образования Оренбургской области. Сегодня решают вопрос с отделкой помещения. Сад рассчитан на 140 человек. Детей будут обучать шахматам и теннису. Ребята-то ждут? Ждут, ждут. И мы знаем, что у нас сад теперь будет красиво. У нас в центре города. Но очень востребован. Ремонт в саду должен быть сделан уже в сентябре. А в восьмой школе, которую также посещает Денис Паслер, работу планируют закончить в следующем году. Там также все под контролем. Теперь в Бузлуке есть модельная библиотека «Город Маршака». Обновление проводилось в рамках национального проекта «Культура». Библиотеки мы научились делать, как мне кажется, современные, красивые, уютные. И где самое главное, сосредоточено огромное количество зон притяжения. Ну, кроме того, что вот даже здесь, в этом доме Маршака, город, правильно это рассказать, Маршака, у нас и ветераны присутствуют. Вы видели сегодня, когда у них есть своя зона, много молодежи, с детьми приходят. Денис Паслер уверен, новые возможности бузулучане оценят. Елена Геремовна, Наталья Мороз, Никита Сергеев, Георгий Бурлуцкий. Новости дня. А теперь новости закона творчества. Губернаторы Оренбургской области могут наделить правом самостоятельно отстранять от должности глав муниципалитетов. Соответствующие изменения в закон о местном самоуправлении намерены рассмотреть депутаты Законодательного собрания региона. Сейчас снять с должности главу муниципалитета можно только с согласия местного совета депутатов или через суд. В случае принятия поправок в закон, губернатор сможет самостоятельно освобождать от должности чиновника. Поводом для отставки могут быть предупреждения или выговоры, которые за месяц так и не устранены. Отправить в отставку также могут из-за неэффективной работы органов местного самоуправления или признания данного чиновника иноагентом. Тем временем глава региона Денис Паслер уже не единожды обращал внимание глав муниципалитетов, что за свое бездействие будут отвечать. Например, на недавнем заседании областного правительства обсуждалась критическая ситуация с жильем для сирот в Гае. Закончили 24 решения. Кто гарант? Вы гаранты. То есть если вы до конца года не заканчиваете, то 1 января уходите. Я правильно понимаю? Да. Хорошо. Устраиваю. Инициаторы по праву считают, что изменения в законе о местном самоуправлении в случае принятия дисциплинирует глав муниципалитетов. К другим темам. Оренбуржий готовится к началу нового учебного года. За парты сядут более 240 тысяч школьников. Среди них 23 тысячи первоклашек. 1 сентября откроются 4 новых школы. Две в областном центре, в микрорайоне Маршала Рокоссовского и в жилом комплексе Дубки. Каждая рассчитана на 1135 мест. Примет учеников новый корпус школы в селе Неженко Оренбургского района и в поселке Колтубановский Бузлукского района. За 2019-2023 годы на строительство и ремонт школ выделен 21 миллиард рублей. В текущем году в рамках федеральных программ капитально ремонтируют 10 общеобразовательных организаций и 25 спортивных залов. За счет средств областного бюджета ремонт проведен в 8 школах, в 85 детских садах, в 31 организации подведомственное министерство образования. С началом учебного года ремонт продолжится. В школе номер 65 и коррекционном интернате номер 1 в Оренбурге, номер 27 в Орске. В целинной основной общеобразовательной школе Светленского района, в Красногвардейской гимназии. В Новосергиевской школе номер 3, в Донецкой школе Переволодского района. Процесс обучения будет организован в других корпусах данных образовательных учреждений или на базе близлежащих школ. На этом все. Еще больше информации на нашем сайте orttv.ru. Если вы столкнулись с проблемой или стали участником интересного события, пишите и звоните нам в редакцию по номеру телефона 8-987-852-6011. Всего вам доброго и до встречи в эфире.